тема такая немножко провокационная который я заявил знак вопроса здесь забыл поставить в конце суеверность современном мире пережиток прошлого как часто считается или часть нашей психической реальности знак вопроса попробуем разбираться что такое суеверность вера сверх естественная но поищем определение для этих понятий нас конечно больше всего будет интересовать такое психологическое определение которое дает нам инструменты психологические для исследования этой категории до этого явления второй вопрос вообще очень важный почему мы суеверны и верим сверх естественно какие причины на это влияют какие факторы далее как суеверий и рациональность влияет на нашу жизнь есть расхожие мнение может они не влияют серьезно но есть там кто-то плюет через левое плечо да может быть ну подумаешь плюет через левое плечо это же ничему не мешает вот интересно если какое-то влияние если есть то какой какую функцию выполняют значит суеверность и веру сверхъестественное может быть есть какая-то условно польза для чего они что они помогают получить вот и последний пункт это о чем говорят результаты наших собственных исследований я как исследователь чистолюбив вот и конечно хочу поделиться своими результатами их обсудить считаю что кое-что мы тоже узнали про суеверность своими собственными силами нашим коллективом конечно не я один так немного статистики сначала статистика более скажем более старые смотрите значит данные за 2015 год ну вот они на слайде видите треть примерно россиян тогда по результатам социологического опроса что-то отвечали что они верят астрологическим прогнозом и чуть меньше трети что верят в инопланетян еще чуть раньше в 2013 году социологии института социологии ран провели исследование где узнали что 67 процентов российских женщин обращаются за помощью к магам-гадалкам экстрасенсов это не просто верование уже да это действие действие некоторые там спрашивали о том обращаетесь вы или нет вот мужчин в разы меньше вот но если мы посмотрели в плане верования то скорее всего эти результаты немножечко уравнялись бы обращаются конечно мужчины гораздо реже по крайней мере отвечая когда они отвечают на этот вопрос здесь тоже важный момент искренне ли они отвечают на этот вопрос не связано ли это с конфликтом их с их представлениями о маскулинности и хорошо слабый человек только обращается ко всяким таким учат людям данные за 2013-15 годы но есть более свежие данные давайте посмотрим на них 2019 году проводили новый опрос это тоже конечно не вчера но тем не менее четыре года назад все и обнаружили что значит количество людей которые верят но например в колдовство и наведение порчи несколько уменьшилось 48 процентов было против 31 процента девятнадцатом году спиритические сеансы значит другие всякие магические вещи меньшее число россиян верят в приметы с 50 до 33 процентов снизилось это количество в астрологические прогнозы тоже смотрите в два раза меньше людей верят как вы думаете куда куда девались те кто верят и что произошло с этими ответами часть людей теперь не дает ответ категоричный да отвечает не нет а не знаю отвечает не знаю больше стало не определившись значит ли это что в целом люди стали менее суеверными навряд ли навряд ли они теперь сомневаются меньше интересуются этими вопросами я подчеркиваю что 2019 год вот но не не отвечают нет они не поменяли к категорично свое мнение вот я склонен предполагать немножко побуду вангой склонен предполагать что если сейчас провести опрос или чуть позже то количество людей снова увеличится снова увеличится вы поймете дальше почему про определение вот этот господин это замечательный знаток русского языка таль таль его словарю обычно обращаются филологи когда пытаются найти значение какого слова вот и словаря далее суеверия определяется вот так вот такой вот набор признаков чем вообще можем считать суеверия вот господин дали отвечает нам на этот вопрос вера в чудесное сверхъестественное вера в причину и последствия где никакой причинной связи не видно не видно то есть она не доказываем это причинно-следственная связь почепцов определяет суеверия как предрассудки то есть он родовую категорию для них определяет я с ним согласен это такие предрассудки суть которых в том что человек принимает за реальность некие силы неведомые такие которые невозможно не схватить руками не как-то вот нащупать увидеть с помощью каких-то приборов способные предвещать события считать и человек считает возможным влиять на них на эти силы то есть две вещи важны с точки зрения почепцов вера в некие силы часто не называемые человеком которые способны предвещать события то есть эти силы знают что будет а чего не будет будущем и вера в то что сам человек может на них как-то повлиять для этого создаются специальные ритуалы ритуалы для того чтобы влиять на суеверия включает такое допущение что от этих сил можно найти защиту или вступить с ними в компромисс можно с ними договориться вот на самом деле различных определений около этого понятия достаточно много есть статья саенко например психолога 2000 по моему седьмого или восьмого года где она различные определения приводит вот но во первых речь идет не о суеверности о суевериях обычно а во вторых очень много определений которые являются не психологическими а скорее даны представителями смежных наук ну например философы антропологи какие-то определения пытались давать филологи тоже дали например но психологи как-то не дружили с этим явлением но мы решили не повторять эту ошибку неправильно посчитали неправильно обходить внимание такой феномен как-то попробуйте ухватить с точки зрения психологии нужно вот и мы попробовали это сделать взяв на вооружение теорию отношения личности этого человека владимир николаевич по-разному называют его фамилию мясящев или мясящев это один из таких отцов ленинградской петербургской школы психологической наряду с ананимом наверно вот он занимался психотерапии разработал метод психотерапии называется она патогенетическая поскольку он не может висеть в воздухе не существует просто метода он создал теорию на которой она опирается этот метод опирается вот эта теория называется теория отношений вот исходя из идеи что суеверность можно представить как отношения мы дали рабочее определение потом я не буду здесь занимать ваше время мы доказали в общем то что все характеристики отношения в суеверности присутствуют как отношение ее можно рассматривать это особое отношение к реальности которая включает себя убежденность человека существование тех самых сверхъестественных сил которые способны влиять на людей в том числе на него способов существования способов сверхъестественного воздействия например колдовство сглаз наведение порчи есть остановлюсь но вы можете назвать еще способа наверняка вспомнить а также существование причин следственных связей между нейтральными событиями жизни и негативными последствиями в будущем для человека вот так же суеверность предполагает эмоциональные реакции на возможность положительного или отрицательного воздействия на человека этих сил вот этих самых неведомых сил и готовность выполнять действия ритуальные которые направлены на увеличение вероятности положительного исхода событий или на защиту от негативного исхода такое большое определение но достаточно емко цаенко который сегодня уже упоминал рассматривает суеверность как состоящую из трех компонентов суеверность можно рассматривать как некую такую установку особенную в ней есть всегда когнитивный компонент собственно говоря как и в любом отношении по месячу отношение установка всегда имеют три компонент когнитивный это когда познавательные процессы направлены на то чтобы категоризировать события как особые значит характеризующие какие-то сверхъестественные силы вот значит события должно быть определено как опасное или полезное для человека или нейтральное если она опасна или полезна то значит здесь нужно предвидеть возможные последствия встречи с этой с этим событием вот дальше аффективно мотивационный компонент состоянии которые переживают человек при такой встрече с этим событием чаще всего какие какое эмоциональное переживание возникает у человека суеверного когда он встречается с событием маркированным да как угрожающий страх и тревога еще чаще на тревогу что-то будет часто непонятно что именно но что-то плохое наверняка женщина с пустыми ведрами черная кошка перебирают дорогу перебегает еще какие пятачок забыл положить под пятку перед экзаменом не помахал во время за четкой в окно и не прокричал халяву ловись теперь не поймается еще какие-то действия не выполнил что-то будет плохое поведенческий компонент предполагает готовность совершать действия вот которые призваны защитить человека вот той самой угрозы которую несут эти события вот предотвратить нежелательный исход то есть даже мы не знаем что плохое случится сделаем что-то точно не было или по крайней мере сделаем все возможное а там уж как получится первыми ли вообще взялись за эту тему конечно нет вот и где-то на границе с психологическими исследованиями значит работает вот этот вот месье паскальбу а я его зовут замечательный совершенно мой взгляд исследователь широких таких интересов междисциплинарную область который с удовольствием заходит он насколько я понимаю социальный антрополог француз который сейчас по моему работает сша в одном из американских университетов но может быть уже может быть уже не то такой человек мира вот он написал отличную книжку называется она объясняя религию в 2017 году она вышла в частности он в ней говорит что наш с вами когнитивный аппарат то есть наше сознание настроена таким образом чтобы выделять среди идей с которым мы встречаемся а мы все время с потоком идей каких-то до имеем дело те которые значит связаны сверхъестественным представлением и люди с легкостью эти представления воспринимают начинают их использовать если они соответствуют некоторым критериям описано бои то есть можно сказать что это как магнит у нас с вами положительный полюс магнита если идея имеет отрицательный полюс то скорее всего они будут притягиваться друг другу и дело не в нашем сознании что он какой-то неправильно дело в том что он так устроен и вам надо прилагать специальные усилия чтоб понять не суеверность ли это и стоит ли нам этому доверять и использовать на практике вот эта книжка на экране вот он перечисляет там целый ряд эффектов психологических тех из области когнитивной психологии из области социальной психологии которые делают людей очень восприимчивыми к таким идеям ким идеям в частности это еще консенсуса люди склонны подгонять свое восприятие событий под чужие описания после того как мы обсудили какое-то событие чаще всего мы становимся плохими свидетелями некачественными когда нас начинают расспрашивать что там было мы отчасти рассказываем то что видели сами отчасти то что услышали от других участников это уже не от нас информация но мы искренне совершенно верим что это мы правда видели они услышали от других людей так устроен наше сознание вот ложный консенсус люди приписывают свое восприятие и эмоциональную реакцию окружающим если мы что-то отдельно других воспринимаем а рядом в другой комнате сидит другой человек и воспринимает то же самое мы обычно искренне полагаем что он реагирует точно так же или очень близко к тому как реагируем на это мы если нас просят предположить какие мысли у него в голове появляются мы навряд ли скажем что мы не знаем примерно такие как у меня какие с легкостью расскажет иллюзии памяти здесь целая пророва интересных исследований есть или сбит луфтус известная британская исследовательница доказала что примерно 25 процентов иногда и больше людей склонны формированию нужных воспоминаний как это делается очень нехитро как правило стихийно такие вещи возникают но можно и помочь формирование этих воспоминаний в частности она с большим юмором мне кажется этим вещам подходила подговаривая своих студентов привести на эксперимент своих младших братьев и сестер дальше им фактически навязывали идею о том что они когда-то например потерялись в большом супермаркете в моле по просьбе луфтус а дальше они приходили второй раз не предлагали выбрать из списка события которые в жизни на них довольно сильно повлияли которые они помнят конечно там списке было заблудился в море я заблудился в море и около 25 процентов присутствующих выбирала это событие не только выбирала но когда его спрашивали а ты помнишь как это было но еще и подробности рассказывал чай подробность но и она конечно большим юмором это сделал когда она внушила воспоминания части своих испытуемых о том что они были если не ошибаюсь диснейленде и там в диснейленде может они там и были но они фотографировались в обнимку с кроликом бакс бане это замечательно знаете почему это невозможно потому что бакс бане это герой ворнер бразерс ворнер бразерс и дисней это конкуренты жесточайшие никогда бакс бане не появится диснейленде и в студии ворнер бразерс никогда не появится герой дисней вот тем не менее люди логически мыслящие взрослые утверждали что значит с ними такое событие происходило вот до чего может доходить с искаженными воспоминаниями это работает в том числе при восприятии различных суеверных представлений например нам легко бывает вспомнить некие события которые наверняка с нами были хотя это было не с нами а мы об этом слышали или видели в кино это нечто подтверждает наше верование это нечто подтверждает наше верование про когнитивный диссонанс леон фестингер когда-то написал очень актуально до сих пор когда у человека возникает противоречие в его сознании между тем что он делает например и тем что во что он уверен возникает диссонанс и он разрешается каким-то образом вот как правило факты подтягиваются факты подтягиваются до под действия самого человека например известная история не про американских солдат вот которые во вьетнаме находились в плену в ужасных условиях совершенно в этих ямах то и общем это был кошмар им их пленители предлагали за миску риса написать письмо подписать о том что они значит против капитализма и против вообще американского строя он ужасный за миску риса они голодали но больше ничего не предлагалось да не предлагалось каждый день получать еду просто миска рис а и что потом произошло очень многие из этих солдат вернувшись с сша действительно стали пропагандировать коммунистические идеи что людям очень важно устранить диссонанс между тем что я сделал однажды и тем что я думаю тем что я думаю вот поэтому конечно суеверное представление тоже значит если они входят какой-то диссонанс с происходящим то скорее происходящее подравнивается под мои представления но и оперантное научение по скиннеру есть ролик в свободном доступе в интернете советую можете посмотреть там сам борис фредерик скиннер показывает эксперименты с голубями он как истый бехевиорист исследователь поведения много экспериментировал с животными больше чем с людьми но мне кажется он вполне там аргументирован доказывает что голуби способны вырабатывать ну в кавычках суеверное поведение вот люди тем более как он этого добивался он создавал подкрепление голубям значит пищевое да что вкусненькое подсыпал им причем это делалось в таком беспорядочном режиме а то есть там хаотичный режим подкрепления был голубь ждал еды и делал какие-то выполнял какие-то действия в конце концов он отмечал что какое-то действие предвещает появление еды ну например он голову вверх поднимает и вниз опускает появляется еда дальше он снова это делал несколько раз и в конце концов тоже получал еду после этого голуби упорно продолжали пока не были голодные делать те же самые действия фактически показывая нам ритуал ритуалы по видим ожидая что этот ритуал приведет к получению получения пищи поэтому по скиннеру люди когда их суеверное представление оправдываются они делают отметку на себя там сознание ага сработало а когда не оправдываются они это игнорируют просто не замечают это но здесь приведен список различных представлений то из книги бой не вот которые могли бы возможно послужить в качестве верования вот но я предполагаю такой интерактив вот я значит поэтому предлагаю вам сказать как вы считаете здесь есть какие-то верования которые хуже всех остальных подходят для того что их усвоить и использовать здесь в том числе есть экзотические такие идеи до которые например в монотеистических религиях не не закреплены но например на когда человек умирает его душа возрождается в другом теле это точно не про ислам не про христианство не про иудаизм вообще эта идея подходящая как вы считаете для того чтобы люди взяли ее в использовании транслировали вполне вполне а вот буддисты так и делают до реинкарнации ты не реинкарнации а вот идея про например некоторые люди могут предсказывать будущее но только на 30 секунд вперед нет почему какой считаете слишком конкретно во первых это можно и проверить то ну и во вторых это мало полезно ну и что 30 секунд вперед ну и что что я знаю будете вы улыбаться через 30 секунд или нет что мне это дает вот если бы я знал на годы вперед вот это вот это отличная идея собственно говоря она используется бог божество какое-то души предков знают что будет с людьми надолго вперед а не на 30 секунд или не за не только завтра кстати про некоторые деревья которые хранят в памяти разговоры которые под ними велись это реальные верования одного из племен и это внедрено в практику действительно в этом племени верят почему это важно а потому что если эти с этим деревьями что-то происходит значит под ними велись разговоры не положены и тогда мы можем понять что это человек грешный разговаривал под этими деревьями они положенных вещах отсюда вы понимаете что суеверия суеверность вообще насквозь социально все это очень важно для того чтобы понимать поведение других людей и управлять им в том числе и делать его более предсказуем здесь вот при от тезисов до которые я выделил на основе идей буае для верования нужен разум стандартной конфигурации мне еще понравилось я правда не помню слова мои либо и идея хорошая то есть такой нормальный раз нормально это не значит что при психической патологии не бывает проявление суеверность но они очень специфические и как правило не вплетены психопатологическую симптоматику здоровые люди склонны проявлять суеверность верить в разные такие вот недоказуемые вещи отвлеченные мышления специализации разума восприимчив к ряду культурных конструкций любые верования культурные конструкции созданные людьми и транслируемые как мемы по сути это и есть мемы мы такие старинные очень которые дошли до наших дней значение имеет не абстрактное могущество этих сущностей но их могущество применительно к насущным проблемам то есть не вообще он может все но сюда его руки не дотягиваются а бог может повлиять на вашу жизнь и он наказывает вот за такие конкретно поступки и ритуал нужно делать когда ты готовишься к экзамену они вообще к чему-нибудь вот что важно определенное культурное представление есть не потому что они логичны или полезны вот а потому что мозг в силу своего устройства функционирования не может не порождать их вот это не значит что мы не можем быть невосприимчивыми или как-то критично к ним относиться но это требует от нас дополнительных усилий то есть заводские настройки не предполагают высокой критичности мышления и жесткого фильтра на суеверное представление скорее наоборот мы часто бываем не критичных таким идеи вот есть интересная статья с описанием эксперимента который провел гриффитс или провела я кстати даже не знаю с авторами гриффитс авторами они выясняли насколько у людей развито так называемое каузальное мышление они там хитренько поступили то есть предлагали нажимать на кнопочки людям вот и при этом загорались лампочки на на дисплее как вы думаете у кого из людей что надо узнать что учитывая то что я сказал что понять что у людей развито каузальное мышление то есть они очень любят искать причины и следствия это значит что человек который нажимает на кнопку когда рандомно хаотично загораются кнопочки извините лампочки если он уверен в том что его нажатие на кнопочку приводит к загоранию лампочки то тогда у него высоко выражено каузальное мышление ну даю эти вот я подошла и дверь открылась нет не просто так да это меня лифт любит например абсолютный пример каузального мышления то есть когда людям значит уверены в том что их действия приводят к результату опроб делалось много да чем чаще они в этом уверены тем более выражено каузальное мышление так вот выяснилось что те кто чаще часто думают что нажатие на кнопочку приводит зажиганию лампочки хотя это объективно не так те дает высокие показатели по тесту это называется шкала веры в паранормальное табасик там есть и про суеверие и про другие верования традиционная религиозная вера спиритизм колдовство суеверие табасик выделяет в отдельный отдельный шкал но и ряд исследований показывают что женщины более больше проявляют суеверность чем мужчины хотя например я вам говорил о том что социологическом опросе здесь надо еще подумать не связано ли это с эффектом социальной желательности может быть мужчины отвечают так как они считают правильным они так как есть на самом деле вот этот вот с ехидной улыбочкой человек вот это ганс айзинг вот был великий любитель дискуссий которые вел до самой своей смерти создатель известного опросника всем психологам на первом курсе обычно него проходит и пиай называется если по-русски это личностный опросник айзинка айзингс personal inventory он простой вот очень хорошо он ложится на идею четырех типов темперамента вот я думаю что даже не психологи его знают и наверное многие проходили в опроснике выясняется насколько у вас высокий уровень нейротизма и насколько выражены у вас уровень экстраверсии получается четыре типа людей высокий нейротизм высокая экстраверсия высокий нейротизм низкая экстраверсия низкий нейротизм устойчивость высокая экстраверсия низкий нейротизм низкая экстраверсия то есть интроверт четыре типа четыре типа темперамента по сути айзинг очень был уверен своем опроснике но и в общем то это оправдано, поскольку он на тысячах людей его стандартизировал, проверил, но не очень был уверен в астрологии. Но, по-видимому, человек был страшно любопытный. Он в это тоже зарубился, в эту дискуссию. Я не знаю, чем он двигал. Я думаю, что любопытство, наверное, одним из факторов было. Он решил проверить. Много говорят про астрологию. Это там 80-е, по-моему, годы 20-го века. Много разговоров всяких ведется. Ну, а что, давайте проверим. Давайте выясним. Вот есть опросник, он же проверенный уже. Давайте мы его соотнесем, его результаты с астрологическими выкладками. Так и сделал. Он обратился для этого в одну из школ астрологических в Лондоне, по-моему, Британии. Там был какой-то... А, вот Джефф Мэйен, что у меня здесь есть на слайде. Джефф Мэйен, известный на то время астролог. У него было много последователей и клиентов. Тех, кому он, как называть, натальные карты делал, да? Астрологические прогнозы. Востребован был очень. Значит, Айзинг попросил у него помочь, поучаствовать. Тот согласился. И вот, значит, Айзинг провел диагностику большого количества его учеников и клиентов. С их согласия. Дальше, значит, они выяснили, к какой стихии они относятся по дате рождения. Значит, содержательно эти стихии хорошо соотносятся с типами темперамента, то есть с сочетаниями характеристик по Айзингу. Содержательно соотносится. И поэтому мы могли посмотреть, действительно ли те, кто представляет конкретную стихию, они будут иметь вот такие вот результаты по опроснику Айзинг. С такой гипотезой он выступил и свою диагностику провел. Это был первый этап. И на первом этапе он, в общем, выяснил, что таки хорошо все получается. Действительно, если человек относится к какой-то стихии по рождению, то у него проявляются черты, характерные для этой стихии. Ну, например, холерики, очевидно, должны быть знаками чего? Огня, конечно. И получается. Холерики, совершенно конкретно, знаки огня в очень большом количестве, высокая корреляция, все бьется, все бьется. Астрологи говорят, я не знаю, я где-то тоже это вычитал, на знамена эту всю идею подняли. Говорит, Айзинг, какой хороший парень, молодец, известный ученый уже в это время в мире. Говорит, подтверждает астрологию, все, какой-то журнал астрологический. Опубликовал статью, Ганс Айзинг подтвердил, наконец-то, значит, наконец-то стали признавать астрологию. Давно бы так уже, видите, все, обращайтесь смело, психологи подтверждают. Но Айзинг был любопытный еще больше, еще больше. Он решил, что этого недостаточно. И он придумал второй этап эксперимента. Ему, я сразу скажу, кое-что не понравилось в его выборке. Он такой был, очень внимательный к своим экспериментальным данным. Он подумал, подумал и говорит, нет, значит, выборка, выборка не та, надо провести еще на одной выборке, на другой. Он решил, что могло быть влияние какого-то фактора, который он не контролировал в этой выборке. На первом этапе. Погромче. Вера в астрологию. Вера в астрологию и самовнушение, которое реализуется на фоне этой веры. Все люди, которых он опрашивал до этого, ведь были адептами. Либо вот этой, скажем, компанией Мэйо, его школы, они были его учениками. Или это были его клиенты, которые сами приносят деньги и говорят, погадайте нам, составьте нам прогноз, мы верим, сколько надо, мы заплатим. И тогда, кого же он нашел? Вот сейчас бы он, я думаю, разводил бы руками, наверное, у него бы не получилось. Вот, а тогда получилось. Он отправился в английскую глубинку и нашел там людей, которые слова астрологии не слышали. Ну, а если слышали что-то астрология, астрономия, то точно не знали про стихи никак. Какие стихи? Земля, воздух. Значит, это в основном были английские крестьяне, да, то есть тот же самый родной язык, на котором был этот тест составлен. Они понимали вопросы теста и отвечали на них, но при этом они не знали хорошо про астрологию. И уж точно никаких предпочтений в этом смысле не имели. Продиагностировал этих людей и выяснил, что корреляции пропали. Корреляции пропали. Вот вам один из механизмов действия веры в астрологические прогнозы, например. Почему еще мы суеверны? Ну, вот еще один ответ на этот вопрос нам дают Бертрам Форер, этот вот молодой на этом фото еще такой преподаватель психологии, вот. А, значит, Финеас Барнум, вот, это тот, в честь, в чью честь назвали потом эффект, обнаруженный Бертрамом Форером. Вот, тоже он был большой проказник, этот Форер. Вот, скучно ему было просто преподавать психологию. Вот, и, значит, придумал такую штуку. он, значит, студентам раздал личный опросник некоторый, я не знаю, сколько он вопросов туда отправил, и попросил заполнить и сдать. Вот, что психологи, студенты, они привыкли к этому делу. Я надеюсь только, что он их слишком мучил, сколько-то вопросов, они ему ответили на них и отдали. Дальше, естественно, они ждут, что он, значит, посчитает результат и вернет им на следующем занятии. Проходит неделя, вот, и, значит, он раздает им результаты, точнее, описание, интерпретация это называется, составленное на основе их данных. Раздает каждому в руку листок, вот, и просит оценить точность этого описания по пятибалльной шкале. Ноль, вообще не про меня, что вы тут написали, неизвестно, опросник, выкиньте свой. Вот, пять баллов в яблочко, да, это совершенно я, откуда вы это узнали? Четверка, но в основном про меня, некоторые нюансы есть, но в целом я согласен, это про меня. И он обнаружил, что 87% студентов оценили точность описания на 4-5 баллов. Как вы считаете, 87% это много? Это довольно много, да? Вот пример описания, которые получали студенты. В чем особенность этого текста? Он подходит для всех, он универсальный, очень расплывчатый. И вы сейчас понимаете, наверное, что это не один из вариантов текст, который развивался, а это единственный вариант. То есть, всем студентам был раздан именно этот вариант. Потом он еще забавлялся барным, насколько я помню. Я про это здесь уже не писал в слайдах, но он это делал, если я не ошибаюсь, я видел это описание. Сделал еще одну вещь. Он через какое-то время сказал, что он потерял оценки, ну, потерял, бывает же так, и попросил тот же самый текст оценить заново его достоверность. Как вы думаете, оценки отличались? Они сильно отличались. Они сильно отличались. После того, как люди знали о том, что это не про них, там появились единички, двойки, и вообще это все было не про меня. 87% испарились. Конечно, люди задним числом склонны переосмыслять то, что произошло. Понятно ли, как это влияет на наше восприятие различных астрологических прогнозов? Но вот Пол Мил предложил название для этого эффекта, эффект Барнума. Финес Барнум был хозяином цирка. Вот этот цирк, его представления были построены, конечно, на подлоге. У них были пародатые женщины, карлики, великаны, там еще какие-нибудь трехрукие люди, еще бы узнать, какие, но, конечно, это была все бутафория, фикция. Люди верили, за это он некоторые деньги собирал с них, и он говорил, что я продаю мечту, я продаю то, что людям интересно. Обман. Собственно говоря, вот здесь так и работает. заметьте, даже начальники отделов кадров на эффект Барнума вполне ведутся. Вроде бы люди, которые должны понимать других людей и быть внимательными к ним. Вот это еще один научный проказник, Ричард Вайзман, британский, один из британских ученых, который провел эксперимент, ну, в частности, он много всего делал, там есть любопытная книжка про это, таким простым, очень хорошим языком написанное, легким. Ну, вот один из экспериментов был такой. Взял два предмета, кольцо для шторы, знаешь, что это такое? Да? Если его отрезать, в хозяйственном магазине купить, совершенно бесполезная штука, кольцо для шторы. А второй, это выключатель, действующая шнурка. Ну, выключатель его, включать, значит, шнурку, за шнурок нужно дёрнуть. В торговом центре, ну, там, где много людей разных, проводил свой эксперимент, делал три варианта. Первый, он просил взять в руку по очереди эти предметы, согласившихся поучаствовать, и сообщить, не чувствует ли они чего-нибудь необычного. Сумасшедший какой-то. Пришёл, никто ничего не почувствовал. Что он вообще хочет? Какой-то шнурок, какой-то выключатель сломанный. Почувствовать что-то. Ходит мужчина. Далее, вторая группа. Он говорил, что он психолог и изготовил два предмета. То есть, он как-то участвовал в их изготовлении, которые вызывают необычные ощущения, и он проводит их испытания. Он говорит, что он их сконструировал, и они должны вообще вызывать необычные ощущения. Он пока не знает, он проверяет. Психолог. Дальше, значит, опять давал подержать эти предметы в руках. Большинство испытуемых рассказывали о необычных ощущениях при контакте с предметами. Хотя бы с одним из них. Они обнаружили, что где-то покалывает что-то, правую руку. Холодок, тяжеловат, он на самом деле легкий, но кажется тяжелым, или кажется, что тяжесть его увеличивается в руке. Ощущения были разными. А потом он предлагал им купить этот предмет, но спрашивал, если бы я их продавал. Я не буду продавать, но если бы я продавал, сколько бы вы заплатили? Ну, вот так, навскидку. И 5-8 фунтов люди предлагали, говорили, что я бы заплатил, если бы вы мне этот предмет отдали бы. Третий вариант. Он надел белый халат, как полагается, экспериментатору, положил предметы в коробки отдельные, вот, и проделывал то же самое. Сумма, видите, увеличилась, ну, в три раза по самым скромным подсчетам, да, в три раза увеличилась наверняка. И опять же, люди, конечно, испытывали тоже какие-то необычные ощущения. Что происходило? В этом случае не самовнушение, а скорее эффект авторитета и внушение. Психолог же сказал, что он специально предметы сделал, значит, они должны вызывать этот эффект. Человек в белом халате, значит, он же не шутит, таким вещами не шутит, правильно, пришел в большой магазин, коробки подготовил. Серьезно? Вот, влияет ли суеверие на повседневную жизнь? И как влияют? Ну, здесь результаты опроса, людей, которые проживают в домах номер 13, вот, 500 человек откликнули, не все хотят отвечать на вопросы, 500 согласились, 10%, 50 человек отметили, что после переезда их стали преследовать неудачи. Дом номер 13. Дальше, когда у риэлторов стали спрашивать, они-то все охотно идут, на контакт, они говорят, что 40% примерно риэлторов отмечают, что приходится снижать заявленную цену, если квартира находится в 13 доме. Число 4, ведь несчастливым считается в японской и китайской культуре, здесь надо учитывать культурную специфичность, для российской культуры число 4 нейтрально, 4, 4, 13, вот больше настораживаем, 4, ерунда какая. А вот для китайцев или японцев это особое число. Измирите, что Филипс выясняет. Смертность от сердечного приступа при хронических сердечно-сосудистых заболеваниях в Америке, среди выходцев из Японии и Китая 4 числа каждого месяца выше на 13%, чем среди остальных американцев. Это выходцы только, люди, которые живут в Америке, там родились или они сами или родители в Японии и Китае. Здесь, видите, не хватает числа 4 на плашке лифта. В некоторых гостиницах действительно не делают 4 и 13 этажа. Скэнлон с коллегами проводил исследование, выяснял, что там происходит у нас по пятницам. Пятница 13, это же особый вообще день. Ладно, только 13, а тут пятница 13, кошмар. Выяснил, что значительно снижается транспортный поток на лондонской кольцевой автомагистрали, а это огромная магистраль, на больше, чем в Москве, М25, и на 52% увеличивается количество жертв ДТП. То есть, наполовину. Поток уменьшается, то есть, люди реже туда выходят, выезжают, это опасные участки, сложно там, заторы постоянно. И при этом на 52% увеличивается количество жертв ДТП. С чем это связано? Ну, по-видимому, с тревогой повышенной, да, и с ошибочными действиями при вождении автомобиля в состоянии тревоги. Раз уж выехал в пятницу тринадцатого точно чего-нибудь будет. И таки случается. Вот. Ну и Финн Симуняуха, значит, такие данные представил исследователь, что количество уже ДТП среди мужчин возрастает на 5%, в пятницу тринадцатого, ну, среди женщин на 38%. Здесь уже более валидные данные, про тревожность женщин и восприимчивость к различным суеверным представлениям. Бронислав Малиновский, вот этот замечательный человек, ну, вот, который там посерединке сидит, среди трабрианцев. Табрианцы такой, значит, народ, проживавший, проживающий на одном из островов Меланезии. Он долгое время жил вместе с ними, наблюдал за их поведением, за ритуалами, и он обнаружил, что трабрианцы не используют никакие ритуалы, когда ловят рыбу в лагуне, значит, недалеко от своего дома. Это безопасное сравнительное место и хорошо им знакомое. И вот в то же время они используют сложные очень ритуалы, энергоемкие, там, надо сильно заморочиться, чтобы все это сделать. Когда уплывали ловить рыбу в открытое море. Малиновский сделал предположение, что степень предсказуемости ситуации, я бы даже уточнил, наверное, возможность контроля над этой ситуацией, низкая, влияет на суеверное поведение или на отказ от него. Видите, разумные люди, они же не будут так заморачиваться, когда выходят ловить рыбу в лагуне. Зачем тратить силы и время? Пойти и половить рыбу, и все. А вот когда в открытое море, там начинаются ритуалы. В 1991 году в Израиле в некоторых городах проводили исследования. Часть из этих городов находится, сейчас очень актуальная история, в зоне обстрела со стороны сектора газа. Часть городов далеко от сектора газа, поэтому обычно обстрелы не подвергались. Выяснилось, что жители городов, которые подвергались опасности обстрелами ракетами СКАД, Тель-Авив и Рамадган, отличались большей суеверностью, чем жители безопасных военных отношений городов. Там и опросники проводили, если не ошибаюсь, даже смотрели, как они часто к ритуалу определенному прибегают. Есть целование Мезузы, есть такой свиток Торы, который в косяк двери встраивается. и есть ритуал, можно подойти и поцеловать на это. Такое благое дело. Вот эти люди гораздо чаще этот ритуал реализовывали в своей жизни, чем те, кто живет в относительно безопасных городах. вот мы добрались до результатов наших исследований. Одним из них было исследование людей, страдающих невротическими расстройствами и тех, кто не имеет невротических расстройств анамнези. 100 человек, 50 пациентов, которые проходили лечение в больнице с таким диагнозом, и 50 человек, которые условно здоровыми являются. Возраст от 25 до 55 лет разброс достаточно большой. Это разновозрастные люди, но все они взрослые. Как правило, уже там молодость преодолена, зрелые или пожилые люди. Это методики, которые мы использовали. К этому времени разработали опросник суеверности, в том числе мы его там проверяли. Шкала веры в паранормальное табасика существует достаточно давно, в 2015 году к российской выборке адаптировал господин Григорьев. Ну и опросник конструктивного мышления Эпштейна, адаптации Николопова-Лебедева. Это такой тест, где есть шкалы конструктивного мышления, эзотерического мышления, наивного оптимизма, личных суеверий. То есть немножко расширяет спектр нашего исследования. Не только конкретные суеверия в культуре закрепленной. Ну и например, в целом конструктивность мышления, его рациональность или неконструктивность измеряется. Наивный оптимизм, розовые очки, те самые пресловутые, сквозь которые люди могут смотреть на жизнь. Или личные суеверия. Люди оказывается сами могут придумывать себе верование и верить в них и реализовывать их жизнь. Например, при ответственных делах к двери подходить только с правой стороны всегда. Выходя. Вот если с левой, то не удастся. Будет плохо. Такое личное суеверие. Нигде оно не прописано, в культуре не закреплено. Ну и последнее это авторский эксперимент для определения выраженности веры в астрологические прогнозы. Что это за эксперимент? Суть его сводилась к тому, что исследование проводилось два этапа. На первом мы собирали информацию людей дате их рождения точнее. Дальше во вторую нашу встречу мы говорили, что у нас есть три астролога, с которыми мы дружим и они нам помогают в исследовании. Они трое подготовили астрологический прогноз на основе вашей точной даты рождения. Мы покажем сейчас вам эти прогнозы. Вы их внимательно почитайте, пожалуйста, и оцените. От 0 до 10 баллов шкалу используем. на предмет того, насколько вероятно, что прогноз подтвердится. 10 абсолютно точно, наверняка будет так, 0 совершенно не подтвердится, это чушь и не про меня вообще. Прогноз был составлен на месяц. Вот здесь описание этих прогнозов. Их мои коллеги помощники взяли из интернета, намешали там всякого, сделали так, чтобы они звучали хорошо на русском языке. И адаптировали прогнозы, разделили их на три типа. Вот этот мы назвали предостерегающий, негативный условно. Вы видите сами по содержанию, что речь идет о чем-то плохом, что может случиться. Вы, конечно, специально не писали, что случится обязательно. Больше того, в больнице работали с людьми, отделение психотерапии. Мы в тесном контакте с заведующим работали. Потом я специально ему позвонил, поговорил с ним, я говорю, как вы считаете, у нас тут начали люди приходить на обследование, мы там ненавредимым такой прогноз им даем. Он почитал, можно я почитаю, посмотрю, врачи посмотрели, ничего страшного, все нормально, вы там ни в чем не убеждаете. Может, может случиться, ничего страшного. Взялись за свое исследование. Прогноз предостерегающий, номер один. Номер два нейтральный прогноз, в нем говорится примерно, что все будет так же, как сейчас, не хуже, но и не лучше. Ну и позитивный прогноз, предрекаются всякие хорошие события в будущем, что жизнь станет лучше, жизнь станет лучше в ближайший месяц. Соответственно, прогнозы предъявляли и людям, страдающим неврозами, и здоровым людям. Два исследования было по такой схеме проведенных. Ну, вы видите по столбцам, что у людей, которые страдают невротическими расстройствами, более высокие показатели веры в психоспособности. То есть, они считают, например, что окружающие люди, чаще считают, что окружающие люди обладают особыми способностями, например, к телепатии, к телекинезе, чем здоровые. Суеверие – это шкала из опросника Табасика, там 4 вопроса про конкретные суеверия, верю, не верю, такие вот, тоже высший показатель. Суеверность – это мой авторский опросник, там 29 вопросов про конкретные приметы. Верю, не верю, выполняю, не выполняю, да или нет. Тоже показатель выше. Личностно-суеверное мышление, я вам говорил из методики Эпштейна, про создание своих собственных суеверий и веру в них, реализацию в своем поведении ритуалов. Наивный оптимизм тоже говорил о нем. Тоже более высокие показатели, видите, статистически более высокие. И добрались до прогнозов, смотрите, какой прогноз здесь существенную разницу дал. По какому прогнозу отличаются нас, по вере точнее говоря, в какой прогноз отличаются люди, страдающие невротическими расстройствами и здоровые. Последние два столбца благоприятными здесь назвали прогноз, позитивный то, что называлось на другом слайде, позитивный. Кто больше верит в благоприятный прогноз? Люди, страдающие невротическими расстройствами. Больше верят в благоприятное развитие событий в ближайшем месяце. По остальным вариантам прогноза здесь они не отличались статистически. И вот второй вариант выборки просто второй раз пришли другие уже больные и другие здоровые люди. Там, во второй раз поменьше была выборка. Здесь больные неврозами больше традиционно религиозную веру разделяют. Там вопросы касающиеся и ислама, и иудаизма, и христианства, они универсальны. Например, вера во всемогущего Бога. Верю или нет? Эти больные неврозами больше верят. Вера в колдовство тоже более выражена у них в этой выборке. И здесь благоприятный прогноз я не проявил, но зато проявили два других варианта. Больше верят в нейтральный прогноз, что все будет как сейчас. И меньше верят в негативный прогноз. Что очень хорошо. В общем, бьется с идеями Владимира Давыдовича Менделевича. У него есть такая антицепционная концепция неврозогенеза, это называется, когда он давно уже, с 80-х годов, доказывает, доказал уже, что больные неврозами обычно, ну, он описывал, что они обычно предпочитают только положительный вариант развития событий и игнорируют негативный. Скорее, значит, они здесь переоценивают позитивный или нейтральный вариант развития событий. Скорее, переоценивают позитивный или нейтральный. Ну, и всегда недооценивают негативный. И, попадая в эти негативные условия, с ними начинает происходить все то плохое, что их приводит в больницу, да, симптомы появляются невротические. Другое наше исследование, интересное, на мой взгляд, тоже. Здесь участвовали в нем 37 женщин с нормально протекающей беременностью и 29 женщин с патологией беременности. Все эти женщины 29 с патологией беременности находились на стационарном лечении в одной из больниц, в структуре родильного дома в отделении патологии беременности. Варианты патологии очень разные, для нас это не очень важно было, скорее важно, чтобы они соотносимы между собой были. То есть патологию беременности мы рассматривали как сильную стрессогенную ситуацию, где сильно снижен уровень контроля над этой ситуацией. То есть женщина не может ничего сделать с этим сама и не может предвосхищать последствия, не знает, что будет. Сроки сопоставимы, видите, возраст, но более-менее сопоставимы тоже, более-менее. Вот, что мы обнаружили. Многие показатели суеверности, веры в паранормальное тоже выше у женщин с патологией беременности. Здесь методика Стояновой мы использовали, Ирина Яковлевна, магическая тревожность, беспокойство по поводу воздействия магического, негативного, магический прогноз, что будет, погадать на это все, вера в то, что можно погадать и предсказать будущее. Вера в разные такие паранормальные явления, активное применение прологической защиты, талисманы, ритуалы и прочее. Ну и суеверность это авторский опросник опять. Интересно еще вот что. Если мы посмотрим взаимосвязи между исследуемой характеристиками в двух группах, то в группе с патологией беременности обнаруживаются такие статистически значимые две связи. Тревожный тип гестационной доминанты с традиционной религиозной верой, отрицательная связь причем, минус эти знаки. То есть чем более выражено тревожное отношение к беременности, тем более тревожное отношение к беременности, тем меньше традиционно религиозная вера и наоборот патология беременности. Личная тревожность с верой в псиспособности вполне предсказуемая связь. Личная тревожность вообще должна быть связана с разными суевериями, суеверностью разными. Здесь только с верой в псиспособности положительная связь. То есть чем больше тревога у женщины как у личности постоянной, тем больше она верит в псиспособности. А вот коррекционные плеяды женщин с нормально протекающей беременностью. Здесь разные варианты суеверности замыкаются, смотрите, на какие две характеристики всего. Ну, собственно говоря, на те же самые. Ну, смотрите, сколько связей. Личностная тревожность как связана сильно с разными проявлениями суеверности. и тревожный тип отношения к беременности связан с кучей разных проявлений суеверности. При нормально протекающей беременности. Что не так? Почему там так мало, а здесь так много? Мы предположили, что дело в ситуации, в которой находятся эти женщины. Ситуация нормально протекающей беременности достаточно контролируема хорошо. Их личностные качества, тревожность, например, склонность с тревогой относиться ко всему и тревожное отношение к беременности, но по каким-то причинам внешним, они усиливают суеверность. А вот ситуация патологической беременности, суеверность вообще в ней не связана ни с какими личными качествами. Сама ситуация задает более высокие проявления суеверности, ритуального поведения, потому что она стрессогенная и малоконтролируема. Еще одно наше исследование проводили мы его с людьми, страдающими различными заболеваниями. Разделили выборку на две части. К первой отнесли тех, кто страдает хроническими заболеваниями с более высокой степенью объективной тяжести. там, например, ишемическая болезнь сердца, онкологические заболевания, почечные недостаточности, пороки сердца, связаны они с высокой летальностью, то есть риск смерти высокий, и инвалидизация часто происходит при таких болезнях. Человек становится инвалидом. Вторая группа, это люди с низкой степенью объективной тяжести заболевания. Диабет второго типа, ничего хорошего, конечно, но люди живут с ним десятилетиями. Гастрит, неприятные боли в желудке, но при этом совершенно не смертель, ни один врач вам не скажет, что это опасно. У большинства людей обследование проводили, говорят, гастрит небольшой мы тут нашли, но вы не переживайте, это у всех. Артрит, гипертония, то есть заболевания, которые не угрожают ни смертью обычно, ни какими-то тяжелыми последствиями. обнаружили, что вот с одной стороны такие парадоксальные данные, странные, значит, прологическое восприятие и прологическая защита, это проявление суеверного мышления, они более развиты у тех, у кого тяжесть заболевания низкая. То есть в культуре распространенные такие вот суеверные представления, например, склонность такие верования замечать их, начинать использовать, интересоваться ими. Выше у таких людей. Парологическая защита, ритуалы, амулеты всякие, талисманы тоже более развиты у тех, у кого заболевание не опасно с точки зрения его смертельности, не такое уж серьезное, скажем. Но когда мы предложили им свой такой опросничек, где речь идет о различных верованиях, в контексте их внутренней картины болезни, лечения, возникновения болезней и так далее, мы получили вот такие результаты. Те, у кого тяжесть заболевания высокая, объективная, они, например, больше верят во влияние на развитие заболевания, например, того, что высшие силы наказывают за ошибки, совершенные родителями или другими старшими родственниками. Для них такое верование более характерно, чем для другой группы. Это испытание жизнестойкости или веры высшими силами болезней. Тоже чаще верят они. Влияние на заболевание, выбора благоприятного дня проведения операций или медицинских манипуляций с точки зрения астрологии, еще каких-то верований, тоже они больше верят. влияние на начало их болезни зависти со стороны окружающих людей или конкретного человека. Вы видите. Ну и влияние на эффективность лечения. Легкие руки врача или медсестры тоже более типичны для людей с высокой тяжестью заболеваний. Хотя один из моих коллег сказал, когда я им показывал это, он говорит, так это объективный фактор, это последнее. Он говорит, это же больные все знают. Но тут можно подумать. Вот легкая рука, больные вообще в больницах любят эту тему. Медсестра легкая рука, нет. Если легкая рука, это хорошо, и не больно будет, и на поправку пойду. А если медсестра плохая, может как-нибудь вообще увильнуть от того, что процедуры давать ей делать. Или терпеть придется. Вот такая картинка рисуется. Но я студентах диагностировали студентов в период обучения и в период сессии. Второе это любимое их время, поэтому мы выбрали период сессии. 83 человека, мы гордимся, мы собрали студенты разных на самом деле направлений, насколько я помню, мы психологов вообще оттуда убрали, чтобы они на выборку не засоряли. Они умненькие и больно про всякие методики. Начинают думать, зачем им это их спрашивают и прочее. Здесь всякие физики, какие-то были, социологи, по-моему, в общем, все, что вокруг. Мерили во время семестра и во время сессии. Чего намерили? Вот обнаружили, в частности, что шкала прологического восприятия, такой когнитивный компонент суеверности, выше в период семестра, период обучения. Они более восприимчивы ко всяким идеям суеверным, готовы их обдумывать. А вот шкала магической тревожности выше во время сессии. Переживания по поводу того, что могу какой-нибудь ритуал не провести, или высшие силы на меня могут негативно повлиять. Или кто-нибудь сглазит, может, не дай бог. То есть это эмоциональный компонент суеверности. Видите, какое переключение происходит. В обычном время когнитивный компонент суеверности выше, а в период сессии стрессогенное время эмоциональный компонент. Как развивается суеверное представление? Ну, по-видимому, под влиянием родительских представлений. Особенно это связано с влиянием женского пола. Ну, по-видимому. Особенно учитывая, что с детьми очень много времени проводят бабушки, мамы, и транслируют свои взгляды. Особенности личности здесь перечислены. Локус контроля. Психологи знают, что такое. Это представление о том, что влияет на мои поступки. Внешние обстоятельства, экстрональный локус, или я сам. Это внутренний локус, интернальный. Образы, транслируемые в СМИ, очень важная история. У нас таких образов много про паранормальное. образование сформировано с критического мышления. Здесь, может быть, нам стоит как-то поработать над этим. Мировоззрение ближайшего окружения очень важно. Референтная группа. Студенты часто меняются, когда приходят в ВУЗ. Не потому, что их чему-то научили, а потому, что окружение изменилось. Люди, с которыми я общаюсь, верования этих людей, не те, которые были до в школе, например. Ну и столкновение с разными необъяснимыми событиями, попытка их объяснить с помощью воздействия сверхъестественных сил. Ну и последнее, что скажу вам, поисследовали подростков и их родителей, всего 72 человека получилось, методика Абитова, методика Стоянова, это опросники. Использовали коэффициент регрессии, это называется, который дает возможность понять, каков вес одного фактора в другом. Ну и вот у нас получилось, если смотреть суеверность у подростков, то факторы, которые влияют на нее, имеют достаточно высокий вес, это шкала прологического восприятия суеверности у их родителей, у отцов или матерей, шкала магической тревожности у родителей, высокие показатели ее, использование нетрадиционных способов лечения, склонность родителей к ним прибегать, интерес к ним, применение прологической защиты у родителей, ритуалы, талисманы, амулеты, и коэффициент суеверности у родителей. Все это вместе дает на выходе более высокую вероятность суеверности у наших подростков. И вот мы пришли к выводам. В общем, обо всем я говорил в течение лекции, поэтому останавливаться сейчас подробно не буду. Это список литературы. Если вас это заинтересовало, вы хотите узнать больше немножко, чем я рассказал, можно обратиться к этим книгам, они хороши. не только много полезной информации содержат, но и написаны хорошо. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...